Без Серёпа, у которого оторвали, или вырвали, что ему сделали? Оторвали. Оторвали зуб мудрости, и Серёп наш теперь поглупел. Ну, завтра выясним, да, проверим. Завтра будет видно, дай бог. Ну, вот уже у нас, собственно говоря, гости, очаровательная, красивая, юная исполнительница на нашем звёздном красном диване. Мы ей с удовольствием говорим «Доброе утро». Доброе утро. Доброе утро. Вот, очаровательная девушка, которую зовут Инджин. 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 Из Н. Инджин. Ага. Инджин. Ну, мы с академиком плохо учились в школе. Слушайте, да, особенно вот, ну, хорошо, да, вот, с английским как-то у нас не пошло, да. Поэтому мы будем неправильно говорить твое имя постоянно, но ты нас исправили. Мы с академиком грешным делом до того, как тебя пригласить в эфир, конечно же, посмотрели твои фотографии. Вот. Надеялись, что ты придёшь в бикини к нам. В студию. Но нет, дорогие друзья, мы обломались немножко. Красивая девушка пришла не в бикини. Итак, пишут о тебе в интернете. Страстный вокал, запоминающаяся внешность. Её называют поп-певицей нового поколения. Что такое поп-певица нового поколения? Новой формации даже. И кто такие поп-певицы старого поколения? Это интересно. Ну, это означает, что я артист, который полностью занимается своим проектом сама. Я сама пишу все свои песни. Вот что это значит. Да. Это то, что... Слушай, ну это же в старые добрые времена все рок-группы так или нет? Ну, я не знаю. Ну, конечно, рок-группы тоже... А, ну всё новое, это хорошо забыто и старое. Потому что ребятам из группы «Металлика» писал корнелюк песни, да? Слава богу, нет. Или «Секс Пистолс» там. Ну, они все были подписаны на лейблы. На «Ковецкий», да, были. Продюсерские компании. Я работаю без продюсерских компаний, без лейблов. Я сама себя хозяйка. А аранжировки? Аранжировки у меня есть своя команда, ребят, с которыми я сотрудничаю. Ну, как бы, всё под моим контролем. Понятно. Поп-певица нового поколения, это то есть та самая певица, которая всё делает сама. Да. Ты жадная и не хочешь платить деньги? Почему? Что? Нет, конечно. Просто у меня есть своё определённое мышление, по которым я следую. Пока ты не нашла человека, который мог бы разделить это мышление, я просто хочу понять, не трудно собой? Нет, видимо, просто не хочется. Нет, очень комфортно так, когда ты ни от кого не зависишь, кроме самой себя. То есть для того, чтобы, например, заказать корпоратив с твоим участием или устроить концерт, надо звонить тебе лично? Звонить моей маме. Маме. А всё-таки мама, да. Поп-певица, ну не, ну ты понимаешь, как поп-певица нового поколения с армянскими корнейами, в любом случае маме. Да, мама по-любому. Потом ещё папа должен разрешить что-нибудь, потом только уже. Ну давай тогда про... У нас такой семейный проект. Ну и, кстати, вот благодаря маме вот вы попали в этот мир музыки, скажем так. Я из семьи музыкантов, моя мама певица, папа бас-гитарист. В своё время они в Ереване, у них был свой такой джаз-бэнд. Так, какой джаз-гитарист? Да, мама при союзе композиторов, была вокальная группа, она там... А как называлась группа? Я вот, честно, не помню. Не помнишь? Всё в таком духе. Замечательно. Ты родилась в Ереване, я так понимаю. А потом что случилось? Когда мне исполнилось три годика, родители уехали в 90-е годы в Москву. И ты там уже начала ходить в детский сад, в школу? Там начала ходить в детский сад, потом, когда исполнилось 6 лет, мы переехали в Новороссийск, в Краснодарский край, и там я окончила школу. Когда начала профессионально уже заниматься музыкой? Я 7 лет занимаюсь музыкой. Ну, сначала была пианисткой. Так. Вот, окончила музыкальную школу по классу пианистки. Тебя били по пальцам? Нет, не били, у меня педагог был очень доброй душей человек. Да, обошлось без линей. Только меня дурака, что ли? Она только прививала любовь к музыке. У тебя всё получалось, вот эти всё... Всё, да, я шла как пианистка, но... Пошлаги, пошлаги. Всё получалось, всё достойно, я шла как профессиональная пианистка, но душой всегда хотела петь. Вот мамины корни, наверное, о себе говорили. Чего-то не хватало за инструменты. Мамины были против вначале, потому что они знали этот путь, и они не хотели... Они хотели, чтобы я спокойно была педагогом по фортепиано. В музыкальной школе. Да, в музыкальной школе, спокойно живу себе, никого не трогаю. Но так как они не хотели, и я очень хотела, и у меня двояродный брат, он... Трояродный брат, он у меня певец тоже, и он тоже живёт в Новороссийске, и он меня отвёл к педагогу по бокалу и сказал, что если ты так хочешь, то попробуй. Ну, это всё за спиной моих родителей. Потом мама услышала, как я дома занимаюсь. А-а-а! То есть вам сколько лет было тогда? Мне было 13 лет. А слушайте, а говорят, в этом возрасте нельзя петь. Нет, девочкам можно. Это мальчикам нельзя. Девочкам можно, девочкам мама. А то я вспоминаю печальную историю Ропертина Лоррейти. Он был мальчиком. У них переходной возраст, да, идёт ломка голоса. Ломаются голосовые связки, девушки в этом смысле... Нам как раз отлично в этом возрасте. Ну что, многое другое, самое интересное, вы узнаете сразу после рекламной паузы. Мы тут грешным делом скачали ваши песни, поэтому бесплатно обратите внимание. Вот, так что когда вы паузите Грэмми, очень большая просьба нам передать пламя. Не забывать про нас. Привет, да, со сцены. С удовольствием. Сейчас мы... Так, скажите нам, пожалуйста, что же мы будем ставить в эфир? У нас есть на выбор. Да, сейчас я скажу. Куда на наш... Ну что такое? Ну куда наш Даник скинул эти песни? Он же мне говорил, а я... А вот, вижу. Так, итак, у нас есть любовь-ошибка. Да, давайте любовь-ошибка. Давайте. Давайте, ну начнём. Любовь-ошибка. Реклама, любовь-ошибка. Так, как это получилось. А любовь-это ошибка, как вы считаете? Это ваше личное мнение? Вы же автор там слов и песней. Как раз это надо смотреть для этого клип. А песню не слушать? Песню слушать обязательно. И слова слушать. И одновременно смотреть клип. Тогда поймёте, о чём песня. Так, но вы нам потом для радиослушателей расскажите сюжет клипа. Ну я думаю, что сейчас мы внимательно послушаем песню. Да. Я вот с ручкой прям буду выписывать слова. Давай-давай-давай. Ключевые. А потом мы это обсудим. Конечно же, у нас в гостях Эйджин. Правильно сказал? Иджин. Иджин. Ну ничего, всё ещё впереди. Инджир, запоминаешь слово? Так. Джин и впереди И. Иджин. Вот мне легче Эйрине сказать. Ну вообще это так и есть. Эйрине просто на английском они говорят Иджин. Дураки какие-то. По-другому не могут произносить. Эйрине, красивое имя. Означает Елена, между прочим. Да. Елена прекрасная. Иджин тоже вполне. Спасибо. Академик прям выучил сразу. Конечно, слушай, у меня абсолютный слух. Ну почти. В твоём случае любовь не ошибка, я так понимаю. Никакого эрора. Реклама этого Ван, дорогие друзья. Потом Иджин. У-у-у, у меня тоже получилось. Иджин с песней «Любовь, ошибка», а потом... А потом всё остальное. Да. Доброе утро. Доброе утро. Секом естественного отбора. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, доброе утро. Вот такая песня «Любовь, ошибка» от очаровательных Иджин. Я очень внимательно слушал. Так, ну что? Подчеркнул всю тщетность этого бренного мира. Конечно. Осознал. Опять, видишь, женский лук. Я ухожу, но я хочу остаться с тобой. Вот. Угу. Слушайте, вот как понять женщин? Вообще. Что значит? Я ухожу, но хочу остаться с тобой. А зачем ты уходишь? Нет, там говорит, ты просто уходи и дай понять, что нам не суждено быть вместе. Дай понять. Невнимательно слушали. Сложно для меня. У меня даже волосы обратно стали расти. Вот. Я как-то напрягся. Так, ну понятно. А кто из исполнителей вообще повлиял на ваше творчество? Их очень много. Я меломан. Так. На кого ориентируй? Начиная от классики. Меломан. Заканчивая роком, Deep Purple, Freddie Mercury и так далее. Так. Они тоже повлияли? Да. Очень сильно. Отлично. Я в душе рокерша, скажу честно. А почему нет таких тяжелых рифов, песен про громобойцев, каких-нибудь драконов и еще что-то? В вокале можно услышать нотки роковые, но если быть рокершей, то надо менять полностью внешность, потому что рокеры меня не приятят с такой внешностью. Не, ну почему? Не знаю. Очень красивая у вас внешность. Сейчас очень демократично все. Можно поменять имидж немножко, одевать. Ну вот вы сейчас достаточно по-рокерски выглядите, да? Ну да, как бы я в последней жизни, это мой образ. Понятно, что нет денег и раны и джинсы, это понятно, но все нормально. У нас тоже... Самар Маладжист. Страшный город Новороссийск. Я тоже. Москва. А, уже Москва. Ну, повлияло, конечно, Мэраль Керри очень сильно на меня. Так. Уитни Хьюстон. Госпеловские певицы Ким Воррелл, Кейли Прайс, очень-очень много. Стиву Андре, Рэй Чаррис. Современные дивы, Бионс, Ригана. Я им... Я восхищаюсь трудолюбием Бионс, восхищаюсь ее талантом, и она меня всегда вдохновляет работать еще больше, еще больше. И у меня тоже... Мои концертные программы обязательно — это танец с вокалом. То есть... Вы тоже устраиваете такие пляски? Да, тоже устраиваете. То есть у вас группа есть, подтанцовка, все так... У меня есть танцоры, которые... А когда Ереван сможет пасть к вашим ногам? Очень скоро. Ну, открывайте секрет. А пока все в разработке, но планируем сольный концерт. Да, все будут стоять в вип-зоне, а мы с Димой будем сидеть впереди. Да. Но также вы успеете еще на ДП Еврат и Силь все увидеть. Да. Кстати, вот ДП Еврат и Силь. И так ты появилась в городе Ереване, потому что... Потому что я участвую в проекте ДП Еврат и Силь. Хочешь представлять нашу страну? Не хочу, а для меня честь будет представлять свою родину. Я тебе раскрою страшную тайну. Ты, по-моему, третья или четвертая девушка красивая, которая сидит на этом диване за последнее время и готова представлять нашу страну. За последний месяц, да. Вы договоритесь уже как-то? Я как-то я уже путаюсь прям. Ну, мы, наверное, приехали все, чтобы участвовать на этом проекте. Так. Для тебя это действительно очень важно. Ты готова отдать тебе свои силы. Конечно. А для чего тогда родиться? Нет, ну, потому что мы с Димой никогда... Никак вот смысл вообще вот этого вот не видим? Нет, нет, нет. Смысл-то мы, может быть, видим где-то в конце. Но просто вот мы никогда бы не сподобились участвовать в подобном конкурсе. Годы. Хотя Дима поет. Ну, я пел, ладно. Да. Нет, это, конечно, большая ответственность. Это большая нагрузка. Это морально очень тяжело, потому что... Но ты готова. Я давно готова. Я 15 лет в этом бизнесе, и сейчас я знаю точно, что сейчас я готова. Как 15 лет в этом бизнесе? Тебе что, 68 лет? Нет, я 15 лет занимаюсь... А, и ты вот прямо уже 15 лет мечтаешь о том, чтобы... Честно, я даже сначала и не думала об этом, потому что, в принципе, система была совсем по-другому устроена. Да, отбора. Отбора. И в этом году, когда все изменилось, я посчитала, что это просто потрясающая возможность. Ты узнала и приехала? Очень интересно. Я, конечно, узнала в Инстаграме одна из моих поклонниц, которая живет здесь, написала, отметила меня на ДП «Евраты силы», где было написано, что мы ищем участников. И я зашла на веб-сайт, отправила анкету и забыла. И через два месяца мне пришло сообщение, что мы от вас отобрали. Придется потратить деньги на авиабилеты. Придется, точно. Нужно сказать, что это не первый конкурс на тебя, потому что ты обладательница премии открытия года Армении Music Awards 2012. Ты также лауреат общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Потому что там столько регалий, я прямо запутался. Победительница ежегодного всемирного чемпионата исполнительского вида искусств в Лос-Анджелесе. Чемпионка в пяти номинациях. Да. Золотая медаль в номинации «Современная музыка». Золотая медаль в номинации «Народная музыка». А также две серебряные, одна бронзовая медаль в других категориях. Ну, много, много очень. Кстати, на каком еще языке поете? Ну, понятно, русский, армянский, да. Английский. С обычно, если я владею английским. Слушайте, вот у вас даже есть клип с товарищем Ти Пейном, да, я так понимаю? Это достаточно известный рэпер. И говорят, что этот клип чего-то там много висел в MTV. Расскажите нам подробнее. Клип занял первое место на MTV. Также у нас... Ты не волнуйся, главное. Нет, я не волнуюсь, у меня просто голос сел. Так. Утро, еще не проснулись. Также на радиостанциях в Америке достаточно большой успех имел. А как это вышло на этого черного чувака? Или он сам вас нашел? Нет, сейчас расскажу. На крыше вы встретились? Да, просто взяла, позвонила, нашла в справочнике номер телефона. Тогда я участвовала как раз в чемпионате исполнительских искусств в Лос-Анджелесе. Да. И это очень большой конкурс. Со всего мира собираются дети, которые выигрывают в своей стране конкурс Гран-при и приезжают на этот конкурс и участвуют. Ну, дети, ты так мягкая. Там разные категории возрастные. А, понятно. Начиная от 7 лет, заканчивая в 83. Ну, ты была в какой номинации? Я была в категории от 16 до 18 лет. Отлично. И сила этого конкурса в том, что все продюсерские компании в Америке, так как они ищут новых молодых артистов, они приходят и садятся в жюри и так далее. И одна продюсерская компания меня там заметила, и я тогда еще училась в Гнесинке. Они мне предложили сотрудничество, приехать, попробовать. Я представляю состояние преподавательства вокала Гнесинки, когда они видят, что их... Мы же вас готовили совсем к другой сцене. Для Ивана Сусанина, а вы с каким-то Типейном. А такая могла получиться бы Хованщик. Да, да. Нет, на самом деле, они все очень гордились, потому что... Они знали Типейна? Они узнали от меня. Понятно. Ну, наше поколение, естественно, его знают, но и старое поколение узнало благодаря мне. А денежки-то заплатили? Как вообще это происходило? Это продюсерская компания, с которой я уже начала потом, когда окончила Гнесинку, переехала в Америку. У меня карьера началась именно в Америке. То есть вот за этот клип ты получила бабло? Ничего я не получила. Ничего я не могу. Зато популярность и любовь. Вот что самое главное. Я обращаюсь к президенту США, мистеру Бараку Обаме. К нему уже глупо. Обращаться надо сейчас выбрать одного из двух кандидатов. Я тогда обращаюсь к обеим кандидатам. Кто заплатит деньги, тот и станет президентом. Хиллари Трамп, у вас есть шанс стать президентом США, если вы вернете нашу Иджинку. Сколько денег требует? Ну, я лично не тратила. Это продюсерская компания вкладывала. Но они все себе вернули. Все у меня прошло. Грамотный маркетинговый ход. Денежные потоки обошли меня. Это правильно. Тех, кто вкладывает, они сначала должны вернуть деньги себе, а потом уже процентные. Сижу, смотрю на Иджин, и все время мне кажется, что она мне кого-то напоминает. Только что меня торкнуло, что это Салма Хайек. Да, что-то есть. Ну как что-то есть. Посмотри на меня и на Иджин. Можно я на тебя не буду? На Салму Хайек она похожа гораздо больше, чем я. Не предлагали сниматься в кино? Предлагали, но пока я сейчас... Пока держишься? Сконцентрировано. Кстати, в Армении тоже предлагали. Пока сконцентрировано... Если в Армении, опять же, денежные потоки обойдут Салма, ты начиная как бы... В России, а какие роли предлагали вы таких женщин-вамп? Роковых женщин, да. Предложили роль... Домохозяйки. Учительницы. О! Слушай. Ну это такая комедия, комедия. Ну понятно, днем она учительница, вечером она женщина-вамп. Если бы мне и Диме преподавала... Как папу зовут? Манвел. Гринэ Манвел на английский язык, мы бы с тобой сидели на уроках все-таки. Мы не то, что сидели, мы бы сейчас... Жили там. Без словаря общались. А во время других уроков мы бы подбывали, да? Под дверь, чтобы Гринэ Манвел нас спустила в класс. Спустила обратно. Да. Ну нет, дорогие друзья, не повезло нам в этом смысле. Но, Гринэ, я думаю, что на самом деле современная поп-певица — это не только исполнительница. Я с удовольствием попробую свои силы и в кино, и так же я и модель. Но ты... И модель еще? Ну да. Слушайте, ну во всех отраслях популярность. То есть ты ходишь по подиуму, да? Нет, именно фотомодель. Фотомодель. Что ты рекламируешь? Два сантиметра не хватило для модели. Это так важно, да? Ну это неинтересно на подиум туда-сюда ходить. Дима, ты, кстати, можешь работать в модели. Вот я нашел. Я-то могу. А это исправляется с помощью турника. Вы знаете, два сантиметра — это... У нас на радио есть турник, и утром почти никого нет. Приходите. Каждое утро абсолютно бесплатно. Я знаю, операции делаются на ноги. Ну не-не-не, на чем все такое? Скажите, а что значит фотомодель? Вы рекламируете одежду, белье? Да, сотрудничаю с разными фотографами. Нет, белье я не делаю. Белье не делаю? Нет. Хорошие деньги платят, почему нет? Так, то есть в основном это одежда? Да, в основном одежда, бижутерия, платье, разные съемки, да. Это тоже в Москве, это тоже через маму? Нет, мама здесь вообще... Мама только финансовый вопрос решает. Не, ну договариваются как вот? Звонить опять вам или маме? А, ну да, она как менеджер-представитель мой. Понятно. А часто берут автографы? Автографы? В московском метро. В московском метро. Ну, когда я на своих сольных концертах, да, конечно, и фотографируемся, и автографы. А в Ереване? В Ереване пока нет, пока на меня никто не знает. Ну пока еще, да, просто не знаю. Хотя, поглонницы-то уже есть. Походите с нами по улицам города. Тогда у вас начнут брать автографы. Сейчас погуляем. И говорить, что что-то в жизни Иджин изменилось. С Димой Исгумовым. Только к лучшему кушу. Что ж вы так? Ну что, реклама на Радио Ван, дорогие друзья. Сразу после рекламы. Сны от Иджин. Иджин. Про что песня? Песня про сны. Я вот тут у нас, Алена наша Левченко, красавица с радио, вчера написала замечательный пост. В Фейсбуке ты читал, Академик? Нет, нет. Увидел во сне там или что-то. А, про деньги, да, которые запихивал? Запихивал в кармане, утром проснулся, одела под трусами. Ну, примерно так. Про сны песня сразу после рекламы. Доброе утро, не переключайтесь. Смотрите нас в оба. Вот сегодня нужно обязательно не только слушать, а обязательно еще и смотреть. Потому что действительно очень красивая девушка. Не зевайте. Не, ну, как, в смысле не зевайте? Не зевайте, я всем говорю. Давайте уже включайтесь и смотрите. Для того, чтобы не зевать, надо пить растворимый сублимированный кофе Ройл Армении. А все остальное прилагается. Доброе утро. Реклама после сны от Иджин. Доброе утро. Гостя может сказать смело наше сегодняшнее гостье, потому что у меня, у академика Макарчана, нет квартиры в Москве, в отличие от Иджин, у которой квартира есть, есть песни. Откуда такие подробности? Ну как, ну ты же живешь в Москве. Ну, мы догадываемся. Ну, кстати, мы 20 лет снимали квартиры. Ну, теперь уже есть. Ну, буквально сейчас и то ипотека. Неужели государству подарило? Нет, ипотеку. В мэрии города Москвы. Слушайте, нам из Екатеринбурга наша любимая радиослушательница Ирина Деревянных пишет. Эй, мужики, у вас почему такая красивая девушка сидит и скучает? Никто с ней не разговаривает. А я Ирин, нет, во время песни. А я Ирин написал, что я прислушиваюсь к словам песни. А, ну да. Услышал армейские нотки в песне «Вольно». Угу. Больно. И бита-бейсбольная. Это армия, армейская песня «Сны». Спортивная рота. ЦСКА. ЦСКА. Ну, что, Иджин, что вы скажете о своем творчестве? Вы по десятибальной системе на сколько баллов оцениваете? Я не могу оценивать. Ну, без ложной скромности. Ну, как не можете? Я создаю то, что мне нравится, соответственно. Мне, конечно же, нравится. То есть вам нравится то, что вы делаете? Да, мне нравится то, что я делаю. И для России это что-то новое, новое такое направление. В поп-музыке. То есть, если вы услышали, то во всех песнях есть наши этнические армянские мотивы. Я всегда это использую. А это практически невозможно в России делать. Но мы так это все аккуратненько сделали, что это доступно, и людям в России очень нравится. Ну, где в России давали уже концерты? Как это происходило? Во многих местах. В многих местах разные клубы, рестораны, сольные концерты. А где самые благодарные публика? Благодарные публика. Не, ну, всегда бывает так. Вот публика, бывают города, где хорошая публика, а бывает, где такая избалованная. На самом деле, куда бы я ни пошла, сначала, если в штыки воспринимаю, то какая-то выскочка пришла. Но я отдаю все 200%. И у меня поставлено шоу, барабанное шоу, танцоры. У нас энергетика, классный репертуар. И в конце люди уже в таком экстазе. И концерт заканчивается. На этой веселой нотке. И ну, говорится, всем до свидания. Гитара поджигается, и все говорят до свидания. У меня разнообразная программа. У меня есть акустическая, более такая интимная обстановка. В ресторанах мы с ребятами выступаем. И есть более такое шоу-программа. Газпром приглашает на корпоративы? РЖДМ? До этого еще не дошли. У них кризис. Да, ну как, это все относительно, да. Самое главное, что у вас нет творческий кризис, а наоборот подъем, да? Да. Подъем, переворот. Ну и какие перспективы в мечтах в ближайшие 5 лет? Я очень амбициозная, поэтому я всегда стараюсь что-то новое создавать. Ведь сейчас, в данный момент, работаю над альбомом русскоязычным, и в дальнейшем по планеру Европа, Америка на месте не стоит. Понятно. Ну, для начала Евровидение, я так понимаю, все-таки, да? Ну, сейчас зависит, конечно, от результата. То есть ближайшие какие-то... Мы пока прошли только во второй тур. Это только самое начало. Это только начало. Ну что ж, впереди Евровидение. Ну, давайте пожелаем тогда, Иджин, удачи, успехов на ее... Удачи! Будем следить за вами. Спасибо. Да, внимательно. Так что вы имеете в виду... Очень внимательно. Да-да-да-да. Большой брат следит за вами. Большие... Братья. Старые братья, скажем. Старые дяди следят. Старые братья следит за вами. Как раз у меня братьев нет. Ну вот, вот есть. Уже есть, да. Мы знаем теперь, что у нас есть место, где в Москве можно остановиться. Всегда рады. Вот, все хорошо. Отлично. Со своими шлепанцами. Да-да-да-да, с халатиком. Не, ну халатик тебе выдадут. Да, полотенце, халат будет. Ты сказал, шлепанцы. Тапочки тоже. То есть можно прям так встать и идти. Но не сейчас, потому что Иджин сейчас в Армении. Ну хорошо, и что бы вы пожелали нашим радиослушателям в конце? Хорошего настроения. Чтобы удача была вашим близким другом. И всегда улыбайтесь. Потому что улыбка, это дарит свет окружающим. И в первую очередь вам. Так что радуйтесь, улыбайтесь. Всем добра. Вот так вот, дорогие друзья. Подписываемся. Улыбайтесь. Подписываемся и ставим печати глумого утра. У нас в гостях была Иджин. Очаровательная девушка. Поп-певица нового поколения, дорогие друзья. Чтоб вы знали. Вот. И не ошибались уже. Ну что, уходим на песню. Говорим до свидания, Иджин. До свидания. Вам удачи. Спасибо огромное. Удачи и дачи у моря. Почему бы и нет. Ну и домик в Курганской области. Ну нет. Зачем ей домик в Курганской области? Ты ж только что намекал, что можно поменять. Я намекал на то, что можно поменять квартиру в Москве на поселок городского типа в Курганской области. Да. Ну то есть домик в Москве. И много домиков. Да. Или поменять домик в Москве на область Еревани. Ну или так. Какой-нибудь, да. Кстати, у нас сейчас большой кризис с губернаторами, так что можете вполне. У нас будет самый красивый в мире губернатор. Баллотироваться. Да, почему бы и нет. Губернаторы не баллотируются. Губернаторы назначаются президентом. Так что имейте это в виду. Все гораздо проще. Все гораздо проще. Очень проще. Понравится нам, а потом понравится президенту, потому что президент прислушивается к нашим советам. Конечно. Господин президент, у нас есть замечательная кандидатура. Вот она, кандидатура. А вы говорите нет. Иджин, вы в какой области хотите руководить? Льва все равно. Мне управлять миром надо. Ну вот насчет мира. Это к Дарту Вейдеру. Давайте начнем с сельского хозяйства. Давайте. В отдельном регионе. В отдельном регионе. Ну что, доброе утро. Думаю, что все нас услышали, президент в том числе. Ура. Продолжение следует. Продолжение следует...